Всем привет! Сегодня будет видео немного необычного типа. Сегодня я буду снимать одна из родителей. Обычно снимают родители, потому что сегодня они остались в Перми, а я приехала к бабушке в Чердань. Чердань это такой посёлок городского типа, скажем так. Но папа говорит, это маленький город. Хотя на деле там, в принципе, делать почти нечего. У нашей бабушки частный дом, двухэтажный. Он очень красивый. Ну, по крайней мере, изнутри у него четыре, по-моему, комнаты. Получается, сейчас я вам их покажу. У бабушки очень красивый дом. Это такая мини-прихожая, скажем так. Тут стоит уютный диванчик, кресло, компьютер. У бабушки дома очень много картин красивых. У нее штук десять их. И очень-очень много растений. Я прямо не знаю, как она их поливает. Потому что их реально очень много. Вот фотографии тут. Тут мы со Славиком, Сонька со Стасиком. Сегодня вас еще познакомлю. Куда мы вечером пойдем гулять. У нас сегодня обширные планы. Меня обещали повезти по разным местам. Так как Чердань я не была уже четыре года. Ну, в принципе, в доме у бабушки поменялось только то, что на кухне появился новый гарнитур. Это, кстати, большая комната. Что я и говорила о больших растениях. Просто их колоссальное количество. По сравнению с нашим домом, их реально колоссальное количество. На каждом подоконнике стоят цветочки. На полу много больших цветов. Кстати, вот там милая собачка. Я еще помню, когда маленькая была. И картины. Ну, тут небольшой у меня бардак. Я делала биологию. Получается, ну как делала? Я в следующем году буду издавать биологию. И я вот пишу, получается, по биологии себе такие подсказочки. Скажем так, вот тут у Гэшечка лежит моя. Биология. Ну, и книга, которую у нас читает Соня. Мы, кстати, сегодня сходим в библиотеку. Она читает Грибоедовского искусства. Ну, не знаю, как. Искусство или не искусство. Ну, Грибоедовского она читает. Получается. Мы сегодня в библиотеку сходим, потому что мне нужно взять школьные книги. Так как, когда мне поменяли телефон, я уехала, но я забыла войти в читалку в телефоне. И поэтому мне придется, чтобы книги школьной программы читать, придется сходить в библиотеку и взять их. Нам их так много, блин, задали. И большинство из них, я спрашивала у мамы, ей не понравились они. Ну, потому что, в принципе... А, это, кстати, кухонка. Вот, я что-то говорила, новый гарнитур она недавно поставила, вот этот зеленый. Мне нравится. Он такой мятный. Такие милые занавесочки на всех шкульторках. И вот там, в вольерчике, сидит Рексик. Он очень милый. Такая ласкобайка. Милый, ласковый щеночек. Ну, и вот последняя комнатка, скажем так. Это место, где мы с Соней обитаем. Опять же, очень много растений. Я прямо не знаю, куда их. Действительно, на каждом подоконнике они стоят. На шифонере, на тримон. Здесь у входа. Это бабушка на комнате. Но мы с Соней здесь спим. Да, приехала отдыхать. И легла вчера в 2 часа ночи. Но это связано с тем, что мы с Соней смотрели фильм Первый мститель противостояния. Да. Кто смотрел, кстати, отпишитесь в комментариях, понравилось вам или нет. Лично мне очень понравилось. Счетом ваше, что я фанат серии Марвел. Фильмов. И я как-то смотрела все, но пропустила противостояние именно. Вот, картины у бабушки. Их очень много. Там комнатка. Давайте пойдем. Но сейчас самое главное интересное. Да, кстати, я в тапочках. Их придется сменить. Самое интересное нас ждет на улице. Вот, нас уже встречает такой веселый гномик. И Рексик. Рексик. Мой хороший. Привет. 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 Посмотрите, какая она ласковая. Он очень ласковый. Смотрите, какой милашка. Ему вроде как год. Я вам точно этого сказать не могу. Мама с папой его бабушки подбирали. Это, получается, он чистокровная немецкая овчагка, насколько я знаю. Они, кстати, еще за время, пока меня нет, не было, они поменяли варьер. Он стал вот такой большой. У него была только раньше будка. И то, будку, видите, поменяли. У бабушки раньше жил пес. Его звали Бакс. Бакс был очень милый. Но со временем он был старенький. И он, к сожалению, умел. Сейчас у бабушки появился Рекс. Мама с папой его давно не видели. Они видели его вообще щеночком. А сейчас он вот какой большой. Кто хороший мальчик? Кто хороший мальчик? Рекс хороший мальчик. Видите, как он рад? Хвостиком машет. Но подходить к нему мы не будем. Он, конечно, не кусается. Но он лапками очень это... Ну, такие заготовки полена, скажем так. Вход в сам двор и жилищную площадь. А, вот, кстати, дом выглядит как. Потом мы вот туда выйдем, за двор. Я вам покажу. А вот бабушкина кошка. Кс-кс-кс-кс-кс. Да, ты красавица. Ты хорошая. Да. Видите, какая милашка. Поднимаем контент. Котики-собачки. О, кстати, там мандарина. Не знаю, настоящие или искусственные. Надо будет спросить. У бабушки очень много городок. Это только с цветами получается. Ну, там дрова, я, в принципе, говорила. Еще, ну, тут не видно, но, получается, это белое здание, это у них музей. И там, как бы, вырубили деревья, что очень странно. Было с деревнями лучше, по-моему. Вот у бабушки там вниз, но мы туда еще сходим. Что я говорила, у нее очень много городок. Сейчас мы туда сходим. Но сначала... Здравствуйте. Как вас зовут? Кс-кс-кс-кс. Как тебя зовут? Приятно познакомиться. Вот такая. Она, возможно, беременна. Она, вроде как, домашняя у бабушки кошка, но... Кошка, которая гуляет сама по себе она. Хотя, как бы, и домашняя. Вон, Рексик. Видите? Он мальчик хороший, очень воспитанный. Вот видите, он очень рад. Ему так хочется, чтобы его погладили, но... Без бабушки я подходить к нему не буду, потому что собака, конечно, собакой. Добрый-то добрый, а укусить-то, по-моему, может. Вот. Кстати, я помню, когда еще бабушки гномика это покупали. У него везде оградочки. Я даже не знаю, вот зачем есть это. Тут у нас, ну как, гараж, по идее, это. Но... А, да, кстати, здесь одежда сушена. Вот такая склад. Разовем это так. Вот у бабушки красивые цветочечки. Я их еще пофоткую. Мне нравится, смотрите, какая прелесть. На улице сейчас пасмурная. Холодно. Я в теплой кофте. У них вчера, когда я приехала, было очень слякотно и дождь. Ну вот, красивые, опять же, растения у бабушки. Вот там, вдалеке мы сейчас подойдем, там у нее картошка и тому подобное рассаженное. А там вот теплица есть. Вот, видите, у нее две теплицы. Я помню, как летом мы баксы, когда моем, либо ковры стираем, они вот здесь ковры раскладывают. И вот, получается, и шланги, и бочки поливают. А вот у нас кисонька пошла. Красавица. Ой, и что ты скулишь? Что скулишь? Что такое, Рексик? Он очень ласковый. Он любит, когда с ним рядом находятся люди, а так он грустит. Вот у бабушки лучочек. Я приехала еще в то время, когда, в принципе, ничего пока не созрело. Тут, кстати, малины или земляники, точно не скажу. Клубники или земляники, точнее. Это у бабушки надо спрашивать. Вон, кисонька идет. Когда еще ничего не созрело, потому что у нас в Перми более-менее тепло. Здесь у них холодно, скажу честно. В принципе, в Перми мы под теплым одеялом спим. Но здесь, как бы, минус то, что здесь ветер. Вот, видите, как деревья наткнутся. И дожди часто. Вот это банька. Господи, как давно я не была в баньке. И одно из наилюбимейших у меня здесь мест. Эть, эть. Это беседочка. Такая, не знаю, куда они отсюда. Где-то тут был матрасик такой. Получается, как хорошо. И она качается. Как бы садишься и спокойно себя качаешься. Но мне повезло в том, что я приехала в то время, когда еще комаров нет. Я очень не любитель этих насекомых. Извините. Но... О, кстати. Я только сейчас заметила. Смотрите, там есть гномики. Я их только сейчас заметила. Но получается так, что обычно, когда я приезжаю, они начинают мне все кусать. Получается, городскую кровь чувствуют. И начинается. Кс-кс-кс-кс. Она, походу, кстати, опять беременна. Я не знаю, говорила это или нет. Но так получилось. Она недавно была беременна. Походу, опять беременна. Она все с котами шляется. И она мне напоминает бабушкину Дашу. Даша у бабы Иры. А это у бабы Света домик получается. Да, Рексик, Рексик, лоскобайка. Рекс хороший мальчик. Ну, посмотрите, как ты такой прилить, можно не любить. Да, ты молодец? Молодец. Молодец. Какой хороший мальчик. Да. Вот сейчас мы зайдем сюда. У нас крысенька. Дверь закроем, чтобы не так холодно было. Да. И вот там ход вниз. Но я пока туда ходить не буду. Я потом вам покажу. Да, что такое? Что такое? Расскажите, как вам здесь живется? Хорошая, да? Хорошая. Она боится меня, потому что не знает. А, в принципе, Рексу все равно. Ой, услышал, услышал. Ой, маленький. А ты чем я учишь? Пойдем домой. Сейчас, один у тапочки. Как непривычно. Честно скажу. Я вот большую часть жизни прожила в городе. Пойдем домой. Пойдем. Пойдем домой, хорошая моя. И поэтому мне непривычно в деревне, назовем это так. Ну, поселок городского типа, деревня. Для меня все та же деревня. Но, с учетом того, что вот вчера вечером я приехала, и мы ходили, ну, как ходили. Дождь, так вот, мы немного погуляли с Соней. Она мне показала, что изменилось. Мы пошли вокруг бабушкиного дома. И сходили, получается, до парка Победы, или как они это называют, место. В парке Победы у них получается... Я не знаю, правильно или нет. К сожалению. Ну, я у Сони спешу, она меня испарит, если что-то. Я вас с ней познакомлю. Она сейчас ушла к тете Наташи и Стасику. Соня, если что, это вот этот человек. Вот Соня. Вот Стас. О, телефон отсвечивает. Классно. Мы с ней познакомимся. Ну, у нас такая ситуация произошла. Мы немного с ней были, повздорили, скажем так, до того, как я приехала сюда. Я думала, мы дня два точно не будем пересекаться, общаться. Что мы имеем в итоге? Вечер мы смотрим вместе, первым сетей или противостояния. Ну как, живешь в одной площади? Как бы... Ну, и тем более, мы с детства знаем, мы часто сравнились. И бабушка еще не идет. Ну ладно, не прощаюсь. Мы еще вернемся вечером. Да, мой велосипед. Там видно меня. Музыка. 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 Продолжение следует...